один был следующий да я смотрю просто на компьютер от надежды о том как дети ведут записи новых слов значит однозначно 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 по какому бы пособию не занимались в каком бы формате вы не занимались будь это онлайн будет оффлайн будет это бибрид однозначно запись новых слов вести нужно причем я считаю что это нужно делать не только детям но и учителю тоже у меня есть слава богу в этом году очень удобный инструмент я сейчас с вами им поделюсь конечно вот ну и в принципе по ходу того как у меня идет занятие вот так выглядит моя тетрадочка с названиями групп да это teens по мере того как я веду занятия я уже каждой группе вот здесь написано название групп да ну покажу вам частичку как бы открою да по каждой группе я уже пишу новые слова то есть вот у меня был план урока да вот он план урока и по мере занятия вот они новые слова которые у нас появлялись а я тоже себе записываю для того чтобы не выглаз потому что ну я не знаю допустим уровня b1 у вас четыре группы соответственно да и все равно с одной группой будет одно с другой другой анечка привет 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 мои хорошие соскучилась по всем безумно и по наташей по они ой как хорошо что мы есть хотя бы онлайн но искренне надеюсь что в ближайшее время уже будут возможны и оффлайн встречи так вот то есть однозначно начнем с того что слова нужно ввести и учителю и детям да так извините сейчас сделаю беззвучным да значит деткам если это я на нас я лично да то есть поскольку у нас вопрос совет то я советую как это делаю я вы уже адаптируете это естественно под себя повторюсь универсальных ответов нет значит мы работаем по family and friends и в конце workbook у нас есть вот такой picture dictionary да то есть в принципе все основные слова которые мы берем на занятие у них есть в picture dictionary и время от времени перед тем как я даю тест этого юнита мы с ребятами это заполняем да то есть по мере того как они раскрашивают по мере того как они здесь делают если у нас всегда есть здесь все необходимые слова естественно я еще раз говорю что это target vocabulary это минимум того что мы можем дать но здесь у вас в принципе достаточно места для того чтобы подписать необходимые другие слова то либо можно подклеить бумажечку такую заворачивающиеся да но лучше конечно чтобы все это было в одном месте второй вариант который я делаю я не прошу я не прошу детей вести отдельные словари как правило они теряются поэтому у нас есть одна тетрадь да то есть с одной стороны они пишут задание свои а с другой стороны мы вот так вот открываем и ведем словарик соответственно да значит словарик у нас состоит из двух колонок всего это english и если это детки значит это перевод по-русски как бы да никаких транскрипций я не веду я думаю всем понятно уже что это waste of time и если это совсем маленькие детки у меня первый второй год обучения в моем случае это family and friends 1 единичка то мы просто делаем picture dictionary у нас в тетрадочке но опять же это не должно развернуться на урок рисования понимаете буквально вот символически допустим если особенно если это одежда допустим да или фейс там или лицо очень быстренько и или вы если у вас не скейлфл дети то вы быстро заготовочку приготовили того фейс например да они вклеили и тут же подписали или той же одежды как конкретно те слова что были сегодня на уроке картиночки такие как бы им сделали чтобы они быстро приклеили но написали все-таки они сами зачем нужна такая визуальная подсказочка потому что как вы можете обижаться на своих детей там blame them что они не выучили какое-то слово не знаю как его писать если у них в принципе там нигде не записано было вот поэтому конечно надо вести надо вести какой-нибудь визуальный словарик что касается подростков то с подростками у меня немножко другая песня первое это также в тетради у нас да то есть та тетрадь где они пишут здесь они выполняют упражнения а здесь у нас с обратной стороны есть словарик и в этом году у меня появился новый инструмент это приложение которое называется твоя школа оно является частью big band crm я уже неоднократно делилась с вами впечатлениями это новшество которое я пробую сентября месяца так вот что хорошего там ребята да сейчас я вам покажу вот такое приложение доступ вас открывается тогда когда вы соответственно становитесь частью big band crm если вы хотите посмотреть как все это выглядит да то я с удовольствием поделись вами например там своим доступом да вот и вы посмотрите полистайте понравится значит приобретете ее себе и вот здесь прямо в big band crm у меня есть мой словарь так вот он да мой словарь нажимая на него вы видите все слова которые записаны были на уроке кто пишет эти слова их пишут дети сами себе то есть они нажимают сюда вписывают себе новое слово неважно выучили они это на вашем уроке выучили это не самостоятельно неважно да да и они вписывают это да значит здесь варианты какие чего не было и чего вот доработали как бы разработчики big band crm да значит первое когда ты вводишь сюда слово она выдаете яндекс перевод ты выбираешь какой тебе яндекс перевод больше подходит по значению либо вот как у меня например беспереводной вариант поэтому я пишу сама дефинишин ну и чудеса еще веку вот и потом можно вот сюда уже вставлять картиночку соответственно да то есть если это я леонер что можно вставлять и картиночки у всех моих детей у всех моих групп сейчас есть это приложение и даже малявочкам мы всем пишем туда да мы всем пишем туда зачем нужен этот словарь у меня да я перед уроком говорю ребят у вас две минуточки откройте пожалуйста словарик и повторите и я уверена что они как бы повторят там говорю последние например вчера бы 2 у меня был до последние 20-30 слов пожалуйста повторите и даю им 2-3 минутки об этом да во-вторых они могут с этими словами играть наподобие квизлита да то есть пока еще здесь не сделана такая проработка основательная как в квизлит но на уровне знакомства и запоминания слов а в принципе этого достаточно для этого мы нажимаем не мой словарь а следующая кнопочка тренировать слава и она дает тебе по несколько слов с этом набором да и ты их соответственно тренируешь на подобие квизлит наташа здравствуйте светлана здравствуйте добрый день взаимно очень взаимно рада видеть всех однозначно так наташа пишет почему не квизлит да в квизлит я тоже работаю пока пока мы от него не отказались потому что я говорю пока мне вот именно в этом приложении повторюсь твоя школа от bigbans и рэм не хватает заучивания но квизлит я беру уже только экзаменационные группы то есть те слова которые мы берем ежедневно я сама и я прошу своих учителей которые работают в моем клубе да каждый день писать хотя бы 45 новых слов я говорю это вы тоже отслеживать если вас нет новых слов на занятия это зря проведенное занятие то есть это же может быть не только тематические слова это может быть какой-нибудь классу млайн дочь который у вас появился да какое-то такое новенькая словечко там которое вы с детьми использовали и вы же знаете что вы будете использовать его дальше поэтому мы его вписываем вот что касается записи слов и